Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», 3-й том, вопрос 1111, Евангелие от Матфея, 5-я глава, 39-й стих. «А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. В каких же случаях можно постоять за себя, ступиться за слабого? Объясните». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Согласно Нового Завета, в основном деяния апостолов, видно, что это касалось арестованного христианина. Это же самое прослеживалось и в житиях святых. Это же мы видим и при аресте Христа. Настаивает на том, что это относится ко всем случаям жизни, неверно. Иначе любой малолетка среди бела дня может снимать с тебя верхнюю и нижнюю одежду, заходить к тебе в сад, огород и жилище, как к себе домой. Они быстро поймут, что ты полностью беззащитный, и у тебя можно все отнимать, насиловать твою жену, издеваться над детьми, а ты можешь только подставлять уголовнику свои щеки. Можем ли мы представить, чтобы любящий Господь бросил своих детей умышленно на такое дикое поругание и осмеяние? Все, что касается случаев на бытовом уровне, это отдается нашему рассмотрению, опыту, разуму, совету. Мы можем применять любые методы самозащиты и защитить другого, быть жертвенным до конца. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Нам запрещено только убивать. Вот предел, грань, за которую христианин не может переходить. Об этом говорят правила соборов, и особенно правила Василия Великого. Ни за повреждения нападавшему, хотя бы ты переломан ему руки и ноги, ни за арест и связывание нет никакого возмездия христианину. Канонизированный церковью царь Юстиниан издал целый уголовный и гражданский процессуальный кодексы, подобно тому, как позже издавали Наполеон и Петр I. Эти правила позже включены в кормчую, и многие столетиями управлялась Византийская империя. Вот одно из правил о мужеложниках и скотоложниках. Отрезать половой член, коленом железом заклеймить лоб варенка и навечно в рудники, откуда он никогда уже не выйдет. Люди скажут, что это слишком жестоко, но сам Бог вообще сжигает их, как Содом и Гаморру. Римлянам 1, глава 27 стих. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчина на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Даже будучи арестованным, связанным, христианин может быть не безболвным, но давать полновесный ответ. Евангелие Теуанна, 18 глава, 23 стих. Иисус отвечал ему, если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня. Деяние апостола, 23 глава, 3 стих. Тогда Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена подбеленная, ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. В 21-м житии встречается описание того, как христиане не просто укорительно отвечали допрашивающим их правителям, но плевали на них, и случалось от слюны слепли гонители. Когда допускалось насилие над христианками, братья физически били насильников правителей, и нигде никто их за это не осуждает. Когда похотливый языческий жрец напал на прекрасную феклу, ученицу апостола Павла, она, как настоящая самбистка, перехватила инициативу и опрокинула его, и ударила об землю, и он несколько дней лежал в шоке, и только смотрел глазами. Иван Златоуст прямо призывает христиан к драке, когда они слышат хулу на Создателя, и призывает осветить свой кулак, и ударом закрыть поганый рот по носителе, и обещает за эту награду на небесах. В каждом конкретном случае нужно мгновенно сориентироваться, как поступить, что отвечать. Иван Златоуст.